В чем отличие богатых людей от бедных? Точно не в количестве денег у тех и у других, а в принципах трат этих самых денег. Люди, часто испытывающие нужду, тратят свои кровно заработанные на то, что в итоге делает их еще беднее и даже может привести к нищете. А люди состоятельные никогда не будут тратить свои средства на то, что им совершенно не нужно, и поэтому их богатство приумножается. Богатейший человек в мире, Уоррен Баффет, делится своими размышлениями по этому поводу. Он знает, какие 10 ошибок ведут к финансовой катастрофе и подсказывает всем нам, какой один единственный способ поможет все исправить, встав на путь обогащения. И способ этот работает абсолютно для каждого. Главное — выполнять это действие ежедневно перед сном. Итак, разберем, какие ошибки делают людей еще беднее и как с ними бороться. Ошибка номер один. Не тратить время на саморазвитие. Представьте ситуацию. Пролистываем мы список вакансий в поисках высокооплачиваемой работы и обнаруживаем вакансию, которая идеально подходит нам по всем параметрам. И недалеко от дома, и график удобный, и условия отличные, а зарплата — ого-го. Потом начинаем углубляться в требования к соискателям и обнаруживаем, что, к сожалению, мы на эту вакансию не подходим. Или уровень образования не дотягивает до нужного. Или требуется знание иностранного языка, который мы хотели выучить, но так и не взялись за него. Или требуются специфические навыки, которые дают на разных курсах, но мы когда-то пожалели времени и денег на это. И в результате мы вздыхаем и отказываемся от желаемой должности, потому что в свое время не приложили усилий для саморазвития. Какой вывод? Бедные люди не считают нужным вкладываться в свое собственное развитие, считая, что они и так хороши. А мир стремительно несется вперед. Требования повышаются вместе с зарплатами. И тем, кто не заботится о получении образования, новых знаний и навыков, увы, не светит ничего. Поэтому начинаем работать над повышением своего уровня развития, интересуемся новым, не останавливаемся на достигнутом. И тогда знания, способности и умения помогут нам выбраться из бедности. Ошибка номер два – пользоваться кредитками. Как заманчиво, рекламные ролики банков предлагают воспользоваться услугами кредитных карт. И многие ведутся на красивые обещания, забывая подсчитать, во что им обойдется пользование этими кредитками. Проценты у них обычно запредельные, и то, что мы получили возможность тратить пока еще не заработанные деньги, говорит лишь о нашей финансовой неграмотности. Перед тем, как поддаться соблазну и активировать кредитку, просто подсчитайте, сколько вы сможете потратить и сколько придется отдавать в итоге. Уоррен Баффет напоминает, что на кредитных картах банки зарабатывают лучше всего, поскольку у них самый высокий процент. А кажущаяся легкость использования потом превращается в огромный долг и безысходное положение. Ошибка номер три – пытаться быть на уровне. Как-то не солидно думаем мы ходить с андроидом, когда почти у всех на работе новые версии айфонов. Мы не задумываемся, что, возможно, у тех счастливых обладателей крутых гаджетов есть финансовая поддержка со стороны семьи, или они просто хотели выглядеть не хуже других, поэтому взяли кредит на покупку заветного телефона. Неужели ваш прежний смартфон сломался, или в нем не работают какие-то функции? Оказывается, у нас просто спросили, давно ли мы приобрели эту модель, и нам стало стыдно, что, оказывается, уже три года ходим с одним и тем же телефоном. Это несуразное чувство стыда гонит нас в магазин, на маркетплейс, в банк за кредитом, лишь бы мы выглядели на фоне остальных не хуже. А если подумать, зачем покупать новый телефон, если теперешний вполне в рабочем состоянии и даже не поцарапан? Уоррен Баффет точно не будет гнаться за новыми технологиями, если в имеющейся технике его устраивает функциональность и качество. То же касается и выхода новых моделей. По сути, у них меняется какая-то незначительная деталь, а цена при этом взлетает до немыслимых высот. Прежде чем покупать новую модель, задумайтесь, это точно нужно или без этого можно обойтись. Ошибка номер четыре. Ходить в рестораны и бары. Вечеринка с друзьями дома? Фиэт Мавитон. И как это не купить кофе по дороге на работу? Дома ведь нет ни кофеварки, ни турки. Лучше мы оторвемся на тусе в крутом баре или попробуем изысканные блюда в модном ресторане, чем будем отмечать день рождения дома. Рестораны, бары и прочие заведения общепита, конечно, штука удобная. Но если мы умеем готовить, на кухне множество разных приспособлений, и как чистить картошку мы тоже не забыли, почему бы не отказаться от походов в дорогостоящие заведения? Это уж точно слишком непрактичное расходование денег. Если мы решили стремиться к финансовой независимости, перестанем быть зависимыми от недешевых развлечений, тем более, что есть весьма бюджетная альтернатива. Ошибка номер пять. Тратиться на брендовую одежду и обувь. Да, здесь мы вспомним о том, что богатейшие люди планеты не стремятся всех покорить имеющимися у них брендовыми вещами. Уоррен Баффет и его счастливые коллеги, обладающие значительными доходами, не тратятся на одежду и обувь известных марок. Им достаточно того, что она удобна, красива, практична, а не выглядят в ней привлекательно. Брендовые вещи всего лишь видимость, иллюзия красивой жизни. Мы потратим сумасшедшие деньги на сумочку от известного дизайнера, а потом в нее не сможем положить кошелек с запасом наличных, потому что их у нас просто не будет, так же, как и средств на карте. Ошибка номер 6. Покупать абонемент в тренажерный зал. Как говорит неумолимая статистика, 80% людей, купивших годовой абонемент в спортзал, туда не ходят. Почему? Мы помним, куда ведут благие намерения. Мы просто хотели поработать над фигурой, заняться здоровьем, улучшить внешний вид, и купились на выгодное предложение от фитнес-центра, который предлагал заманчивые условия на приобретение абонемента. Деньги потрачены, и мы даже раза 3-4 сходили на занятия. Но потом то некогда, то лень, то плохо чувствуем себя. В общем, миллион причин, чтобы туда не появляться. А деньги можно было бы сберечь, причем довольно приличные. Заниматься можно и дома. В городах открываются уличные спортивные площадки, которые может посещать любой желающий. Да, очень хорошо следить за своим здоровьем, вести активный образ жизни. Но тратить средства на то, что не будет приносить в итоге пользу, смысла нет совершенно. Ошибка номер 7. Не контролировать подписки. У кого сегодня нет ни одной подписки, вряд ли найдется такой человек. Если мы когда-то соблазнились на подписку, которая вначале ничего не стоила или стоила копейки, то, не успев вовремя отписаться от нее, мы ежемесячно тратим на нее энную сумму. А вот пользуемся ли мы ей? Далеко не всегда. Нужно научиться контролировать свои подписки, своевременно отписываться от них, которые стали не нужны. Иначе деньги будут списываться в никуда практически без предупреждения. А если подписок несколько, то дыра в бюджете может оказаться весьма значительной. Ошибка номер 8. Покупать новое авто. Это примерно как и со смартфонами, и с брендовой одеждой. Но только траты здесь повышаются в несколько раз. Не нужно покупать новый автомобиль только потому, что захотелось покататься на чем-то более престижном и стильном. Если в старой машине все устраивает, зачем тратиться на новую? Уоррен Баффет против покупки именно новых автомобилей. Он считает, что для удовлетворения своих нужд, для повышения своей мобильности можно обойтись и покупкой поддержанного авто. Приобретение это не из дешевых, поэтому необходимо рассчитать все заранее. Будет ли по силам оплачивать кредит, сколько обойдется страховка и обслуживание? Иногда поездки на такси бывают выгоднее, чем содержание собственной машины. Если поездки нечасты, то можно вообще отказаться от дорогостоящего приобретения. Ошибка номер девять — играть в азартные игры. Сколько людей мы знаем в ближайшем окружении, которые выиграли по-крупному в лотерею или сорвали куш в покере? Вероятно, ни одного. Ну или какой-нибудь дальний родственник, о котором упоминают каждый раз при встрече, хотя это случилось сто лет назад. Быстрое обогащение за счет баснословных выигрышей светит далеко не каждому. Это на самом деле счастливый случай, который выпадает раз на миллион. Богатые люди не покупают лотерейки и не соблазняются на участие в азартных играх, поскольку привыкли зарабатывать своим трудом и своей головой, а не надеяться на удачу. А если мы посчитаем, сколько потратили за месяц на покупку лотерейных билетов или сделали ставок, то ужаснемся, поскольку игры потому так и называются, что вызывают азарт продолжения у человека. А остановиться вовремя умеют не все. Ошибка номер десять. Курить. И снова про здоровье. Курение – пагубная привычка, сомнений нет, но вместе с нашим здоровьем она забирает у нас и приличные деньги. Хотя бы раз стоит подсчитать, сколько уходит в месяц на покупку сигарет. Представим, сколько мы просто выбрасываем на воздух в прямом и переносном смысле. Пора бросать. Главный шаг к финансовому благополучию. Вечерний ритуал. Уоррен Баффет делится с нами самым главным секретом финансового благополучия. Если быть бедным категорически не хочется, нужно освоить один простой ритуал. Для этого каждый вечер мы садимся за стол и записываем перечень самых важных и значимых дел, которые предстоит завтра сделать. Эти дела должны приближать нас к заветной цели. Получается, что каждый вечер мы делаем один и тот же ритуал. Анализируем то, что сделано из запланированного днем, отмечаем минусы и недочеты, хвалим себя за достижения, а потом составляем конкретный и реальный план на завтра. Расписываем подробно все задачи, распределяем примерное время на их выполнение. Если вечером перед сном мы прокрутили в голове все, что нам предстоит сделать завтра, то на утро нам уже не нужно будет заглядывать в свой план. Мы его запомним. Представим, что это своеобразная дорожная карта миллионера или миллиардера, кому как больше нравится, выполнив все пункты которой, мы приблизимся к финансовому благополучию и выполнению заветной цели. Удачи вам и благополучия!